Музыка Получается, что несмотря на все заявления, несмотря на всю громкую риторику со стороны условного Запада и отдельных лидеров, то есть Путин остается рукопожатным для них? То есть он не превратился в токсичного политика, с которым нельзя даже рядом стоять? Ну вы же видите, я же у вас не один раз всю историю проговаривал, как я воспринимаю европейских политиков, как обычных барыг-торгашей и больших чиновников. Почему очень высокий рейтинг у Путина среди бывших мигрантов и более того среди европейских граждан? Потому что они воспринимают, что вот это мужик, который сказал, сделал. Они не воспринимают вторую часть этого продолжения, что он сказал, делал не обязательно в твою пользу, он может и тебе голову перекусить, но вот он там не допускает сантиментов. Просто у каждой системы управления, авторитарной системы управления, есть ее притягательная часть. А притягательная часть авторитарной системы управления, особенно по Владимиру Путина, что он не как Ким Чен, кто-то он там, Ким Чен, он у нас кто-то, ин, да. Вот, я уже в них путаюсь, потому что помню Ким Ир Сен, а все остальные уже последователи не имеют значения. Он не так, как Берду Мухаммедов, который Таджикистан, который, ну то есть дядя примороженный совсем... Туркменистан, да, если я правильно понял. Да, 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 Туркменистан, правильно, Туркмен Башижев, да. Вот, поэтому он где-то среднеарифметический такой, он не как Лукашенко такой, не с усами и не колхозник такой абсолютно. Ну да, КГБшник, поэтому, в общем, он держит как раз тот баланс, который заложен в шпионе Штирлице. Поэтому, в общем, его высокий рейтинг, он как с точки зрения правильной актерской игры, в общем, выдержал этот баланс. Все. И он будет рукопожатным, потому что дешевые углеводороды, с учетом провернутой операции Соединенными Штатами, дешевые углеводороды будут поступать на территорию Германии и всего Евросоюза. То есть, получается, что в этой ситуации размер названия страны имеет свое значение, потому что, что позволено Владимиру Путину, не позволено Александру Лукашенко или Бердемухамедову, которого вообще там считают. Или не так это работает? Вы фантастический человек, вы это выговорили. Я периодически... Я просто был в Туркмении и даже с ним встречался однажды, поэтому... Понятно, вам пришлось готовиться к этому долго, да. У меня такой задачи не было. Нет, имеет значение не размер страны, имеет значение размер кошельков. К сожалению, бабки рулят, вот и все. И европейские политики в этом смысле, к сожалению, продажные, если не в смысле подкупа, а в смысле сохранения своих мест. Они именно чиновники. Вот такие обычные мелкие чиновники. И поэтому их надо чаще менять, как прокладки. Вот тогда, может быть, Евросоюз получит политиков, которые в состоянии вести их страны в доброе, светлое и вечное, а не просто исполнять какие-то функции. Ну, что касается санкций, которые ввели в отношении Александра Лукашенко, связанные с авиацией после задержания самолета с Романом Протасевичем. То есть, как раз есть точка зрения, что эти санкции для Лукашенко уже болезненны. То есть, это уже неформально Евросоюз выразил озабоченность. То есть, есть за этим действия, которые по нему бьют. То есть, вообще, есть ли у Запада рычаги воздействия на Лукашенко или все дороги ведут через Кремль к нему? Все дороги ведут в Кремль. Все дороги ведут в Крым, все дороги ведут в Кремль. Лукашенко можно хоть что угодно. Он отлично после того, как какие-нибудь санкции объявят, он заедет к другу в ВВ и попросит очередные 3-4 миллиарда долларов, которые он ему даст и все. Потому что, я в свое время говорил, что Лукашенко все сложнее и сложнее искать товар, которым он может торгануть перед Владимиром Владимировичем в обмен на какой-нибудь очередные 3-4 миллиарда. А теперь он этот товар, собственно говоря, очень хорошо нашел, нащупал. Это раздражение Запада. Прямо великолепно он им переторговывает. Лукашенко не надеется, как говорится, быть в зените славы где-нибудь в какой-нибудь европейской стране. Он надеется хорошо дожить свою жизнь, чтобы Коленька хоть как-то там приустроился. Коле он постарается пристроить куда-нибудь в российский какой-нибудь анклав, например, в Приднестровье. А все остальное, почему нет? Да, хороший товар, раздражение. Можно ли назвать Путина и Лукашенко победителями в этом временном отрезке после августовских событий, после возвращения Навального, после неких ожиданий, которые, опять же, были не у всех, но некая романтизация все-таки присутствовала? То есть можно ли сказать, что все, они победили? На краткосрочном они очень неплохо выигрывают. В рамках своей жизни неплохо выигрывают. На долгосроке, когда, собственно говоря, тот-другой уйдет из жизни, из политики, нет, они проиграют их имя, и их прах будет развеян. Собственно говоря, как развеяны прахи любого из диктаторов, который управлял Российской Федерацией или бывшим СССР. Но на коротком промежутке, поскольку они являются системой, проклятый Запад, это система сама по себе, и там как раз персоналии не столь важны, в рамках авторитарного, что вы меня запомните, а уж запомните вы меня, то, что вы меня запомните говнюком, это уже там 128 вопрос, то в этой части они, конечно, выигрывают. То есть тут зависит от горизонта и желания войти в историю. Возвращение Навального, если судить с сегодняшнего дня, было правильным решением или ошибкой? — Ну, если честно, когда Алеша возвращался, я бы, будь я на его месте, я бы не вернулся. Причина очень простая. Я не верю в то, что... Ну, у нас, конечно, разговор о том, что за него там вписалась Ангела Меркель, там вписались какие-то европейские политики. Нет, для российской власти ни один европейский политик ничего не значит. Хоть вы на уши встаньте. Ну, еще раз, я очень далек, простите, от сантиментов рассуждения политиков, которые говорят, вот, мы выпустим 305-ю ноту протеста. Да хоть понавыпускайтесь эти ноты протеста. Можете их выпускать каждый день на глянцевой бумаге и обклеивать им стены туалета. Вы от русского газа и нефти отказались? Нет? Рот закрыли, сняли с себя слово, что вы политики, и пошли вон отсюда. Потому что вы не политики, а продажные девки. Потому что девки где-нибудь, соответственно, в Германии куда более честны, чем вы. Вот подход может быть такой. Вот это, мы прилетели, мы самолет туда запустили. Но это уже когда человека уже отравили. Не отказались от русских товаров? Шли вон. И рот не открываете, что вы что-то там можете сделать. Вот эту бумагу, подтерлись в туалет и свободно. Ну, это мое мнение как избиратели, извините. Ну, кстати, про избирателей и про выборы. Ну, опять же, приходится слышать разные мнения, что это беспрецедентная кампания по зачистке кандидатов. Ну, то, что мы видим со стороны, там, кого-то держат в ковид-госпиталях с отрицательными тестами, кого-то просто выдавили из страны, кого-то сажают. Такого раньше не было, даже в самые, казалось бы, сложные времена. А почему сегодня так? С чем это связано? Ну, потому что это выборы презервативы, потому что здесь очень важно, соответственно, чтобы не было ветерка. Они прекрасно понимают, что они понабрали технических кандидатов. Сейчас, кстати, самое интересное будет это как раз среди технических кандидатов партии власти, потому что результат этих выборов будет Единая Россия против Единой России. Потому что единороссов они повыгоняли очень много, и эти единороссов вписались в другие бюджетные партии, и они все в проходных списках. Понятно, что, ну, там, все остальные, там, 10 мелких партий, в общем, так, шансов на прохождение, они там не исчезающие малы, но они есть. А то, что снимают, сажают и снимают по надуманным поводам, это правда. Но вы пойдете на эти выборы? Ну, я кандидат от РПСС, и я кандидат федерального списка, и кандидат, соответственно, по 197 округу, и меня как раз снимают. Ну, кстати, я не случайно задал этот вопрос, потому что приходится слышать такую точку зрения. Зачем? Зачем что-то вообще делать? Выдвигать кандидатуру, идти на выборы, голосовать? То есть какой в этом смысл? Что вы находите в этом процессе? Ну, слушайте, вообще это странный подход. Вот, знаете, оплачиваешь полностью налоги, то есть оплачиваешь своему барину и своему учителю его содержание, но при этом, когда у тебя предоставляется, может быть, и мизерный шанс донести свою точку зрения, ты говоришь, не-не-не-не-не, вот туда-то я не пойду, вот туда-то я не пойду. Ну, если ты ходишь каждый день в налоговую инспекцию своими собственными деньгами, минимум, там, отдаешь 50% со своего дохода, отдаешь ежедневно, там, 20% НДС, это как минимум, это вот ты просто узнаешь, но это для меня шизофреническая история. То есть я буду барину своему все оплачивать, но у меня будет маленький шанс поиграться, вот такой, мы липущечный, конечно. Не-не-не, это я тут, это не, нет, я бы отойду в сторону. Ну, окей. На мой взгляд, это позиция дебила. Извините, чтобы ни у кого не было. Либо уж если вы не оплатите налоги, тогда да, я поддерживаю, потому что, вот вы знаете, все определяется, вот как и в предыдущей версии моего спича, когда я говорил о том, что выпускать бумагу, а побухтеть на кухне. Ну, окей, флаг в руки. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир нашей программы. Дмитрий Потапенко был с нами на прямой связи. Спасибо. Удачи.